Я Аарон Мата, вы на шоу Джимми Дора, со мной американский комик Курт Мецгер. Россия утверждает, что Украина пыталась убить Путина в ходе ночной атаки дрона на Кремль. Невероятная запись того, что, по словам русских, было попыткой убить Путина. Вот она. Вот так. Дрон подлетает и взрывается. Нужно сказать, хорошо, понятно. Я не знал, я думал, он просто сбросил сраную боеголовку, не взорвавшись при этом. Что меня удивляет, если эта штука была украинским дроном, я, ну, не буду это исключать. У них есть наши дроны? Но как он мог пролететь мимо всех остальных ПВО, только это средство защиты прямо в момент? Возможно, он замаскировался под китайский шар. Ну, кто знает. Но спецназ, это так глупо. Я думаю, если бы мы провели атаку, она бы удалась, но мы бы не стали. Так? Я прав? Да. Президент... Президент Зеленский со своей стороны отрицает всякую причастность. Маловероятно, что это украинский дрон, потому что, опять же, как он мог уклониться от всех российских ПВО? Я думал, это был гражданский дрон. Подожди, я что-то смотрел об этом. Я думал, что это был не... не военный дрон, поэтому он подлетел. Я понял тебя. Хорошо, послушайте. Я плохо помню, но он мог пролететь как-то так, но... Да, это... Я не знаю, наверняка. Хорошо, возможно. Зеленский со своей стороны все отрицает, но послушайте его опровержение. Оно звучит... Оно звучит не очень. Мы не атакуем Путина или Москву. Мы воюем на нашей территории. Мы защищаем наши города и деревни. Знаете, у нас недостаточно оружия даже для этого, поэтому мы не используем его где-то еще. У нас дефицит оружия, мы не можем тратить его. И мы не атаковали Путина. Мы предоставим это трибуналу. Мы не можем расходовать наше драгоценное оружие на убийство лидера противника? Да, здесь какая-то неувязка. Я мог бы поверить, что Украина этого не делала. Правда, он хочет, чтобы... Он хочет, чтобы Путин думал. Вот о чем я подумал. У них нет проблем с началом Третьей мировой. Это должно случиться на сто процентов. Да. Да. Это стоит того. Это самое важное. Да. Для тебя. Так же, как и для нас. Итак, скажем, они этого не делали. Это настолько плохая притча, как будто он хотел сказать, что сделал это, даже если не сделал. Саддам какое-то время делал вид, что у него есть оружие массового поражения. И его ответ, мы не атакуем территорию России. Это неправда, это ложь. Роджер Уотерс тоже в расстрельном списке. Такой, такой ответ, по-моему, говорит о том, что Украина действительно сделала это. Это плохой ответ, и он не говорит правду, потому что... И знаешь, мы честнее, чем Карин Жан-Пьер. Ты высказался прямо, и я оценил это. Слова Зеленского о том, что они не атакуют Россию, что у них нет оружия, чтобы атаковать Россию. Это неправда, потому что... Его высокопоставленный сотрудник разведки совсем недавно сказал, что им не нужно оружие США или чье-либо еще. У них достаточно украинских средств и оружия. Смотрите этот ответ. Считаете ли вы, что требование США не использовать американское оружие для атак внутри России сдерживает вас? Абсолютно нет. И нам не нужно оружие от американцев, чтобы атаковать русских. У нас достаточно украинских средств и оружия, чтобы делать это. Тогда почему мы даем им деньги? Что за... Но ты видел, его спросили, сдерживают ли вас американцы от атак внутри России? Он ответил, абсолютно нет. У нас достаточно своих средств, чтобы это делать. Мы не используем американское оружие. Вот что он сказал. Он хвастается своей способностью наносить удары внутри России. Как будто они хотят, чтобы о них так думали. Они должны победить, и что они должны делать? Им нужна эскалация, чтобы всем пришлось воевать. И я не думаю, что они могут вовлечь в войну всех ради спасения глупой Украины. И есть прецедент. Помните, когда ракеты, ракеты ПВО, прилетели из Украины в Польшу? И Зеленский немедленно сказал, что это была Россия, и что нужно действовать. Он имел в виду прямое вмешательство, Третью мировую войну. Затем его заставили взять свои слова обратно, когда стало известно, что это была ракета украинской ПВО, пересекшая границу Польши. До этого они не стеснялись призывать к Третьей мировой. И вот, высокопоставленный чиновник Зеленского хвастается, что они могут ударить вглубь России. Это противоречит словам Зеленского о том, что у них нет оружия, чтобы сделать это. И вот еще. В январе тот же чиновник, Буданов, сотрудник украинской разведки, сказал, что Украина будет атаковать Россию глубже. Это было после серии атак внутри России. Украина ударила по российской авиабазе. Сейчас я не могу ответить на ваш вопрос. Хорошо. Только когда закончатся военные действия. После них вы дадите ответ? Я так думаю. Какова ваша реакция, даже если вы отрицаете свою причастность? Я очень рад видеть это. Да. Вот моя реакция. Вот ваша реакция. Вы рады видеть это? Вы думаете, будет больше атак? Я думаю, да. В России? Вглубь России? Глубже и глубже. Горячий ответ. И в Крыму? У них будет секс? Мы можем глубже и глубже, и камера приближаться. Путин неизлечимо болен? Вот он, обещает атаковать Россию глубже и глубже. Вы видели крупный план? Глубже и глубже. Пришли мне этот клип, я должен использовать его. Да, да, это довольно эротично. Камера приближается, и он такой глубже и глубже. Посмотрите на это. Давайте считать, что мы бы никогда не атаковали Россию, но вот недавний заголовок в Вашингтон-Пост. По приказу США, Украина воздерживается от атак на Россию. И опять, тот самый украинский чиновник фигурирует в статье. Вот, в феврале, за считанные дни до годовщины вторжения России, чиновники в Киеве были заняты планами атаковать Москву. Генерал-майор Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки, парень на видео, давал одному из своих офицеров инструкции по подготовке массовых ударов всеми имеющимися у ГУР средствами, согласно секретному докладу АНБ. В Вашингтоне чиновники скрытно мониторили планы Украины. Белый дом давно беспокоился, что атаки вглубь России могут спровоцировать агрессивный ответ Кремля. 22 февраля, за два дня до годовщины, ЦРУ распространило новый секретный доклад. ГУР согласилась на просьбу Вашингтона отложить удары по Москве. Итак, они не обещали не бить по Москве, а просто отложили удары. У России не было до этого, помимо всего этого вторжения, из-за которого я знаю, они так негодуют, и я не виню их. Разве у России нет тех ракет, которые нельзя сбить? Сверхзвуковые ракеты, да. Да, и у них есть бункеры с важными людьми, потому что Россия тоже будет целиться в их генералов. Я уверен, есть принцип око-за око, помимо просто военных действий. По большей части, судя по тем ударам ракетами. Эта история с бункером может быть просто слухом. Я не знаю, есть ли подтверждение, но определенно. Очень вероятно, что Украина сделала это. У них есть все причины добиваться эскалации. Утечки говорят о том, что США не верят в способность Украины вернуть территорию. Мне кажется логичным, что таким образом они отчаянно пытаются обезглавить... Успех не обязателен, главное спровоцировать. Да, конечно. Цель только в этом. Маловероятно, что они достанут его. Множество причин говорят об этом. Буданов сказал в Вашингтон-Пост, есть люди, устанавливающие взрывчатку, есть дроны. Пока территориальная целостность Украины не восстановлена, внутри России будут проблемы. Очень глупо, потому что русские, возможно, не хотят, чтобы этот конфликт продолжался бесконечно. Чем больше таких глупостей, такого террора, как мы реагировали на один или два теракта здесь? Мы становились очень несговорчивыми. Это точно. Итак, мы не знаем, что произошло. Кто стоит за атаками дронов в Москве? Но мы точно знаем, что слова Зеленского о непричастности Украины к ударам по России неправда. Потому что его чиновник из разведки неоднократно хвалился такими ударами и обещал больше атак. Зеленский сказал так, потому что это человек, на которого обращает внимание класс говнолибералов. Парень, которого ты показал глубже и глубже. Они не знают, кто это. Они все знают Зеленского, так что он идеально подходит. Я выйду и скажу это людям, которые... Знаешь, людям с мозгами Шона Пэна. И затем мои подчиненные могут говорить все остальное для других людей. Это... Знаешь, как Линдси Грэм. Мой друг рассказал мне реальную историю о Линдси Грэме. Он давал совет какому-то кандидату. Он такой, когда ты едешь в Пуэрто-Рико, открой сбор средств для сепаратистов, как их называют, участников движения за независимость. Затем открой сбор средств для тех, кто хочет остаться в составе Америки. Они не общаются. Вот он, мерзкий политический, верно. Я уверен, они занимаются такими вещами. И это подчеркивает, насколько сейчас опасный момент. Бывший президент России Дмитрий Медведев, теперь заместитель председателя Совета Безопасности, сказал, что инцидент не оставляет нам другого выбора, кроме как физически устранить Зеленского и его клику. Итак, это демонстрирует всю опасность конфликта и важность переговоров для его окончания, потому что есть такие инциденты. И мы пока не знаем, кто что сделал, но это приводит к подобным угрозам и возможной эскалации. Если будет доказано, что за этим стоит Украина, мы можем увидеть прямые атаки на Зеленского, от которых Россия пока воздерживается. Итак, мы оставляем за собой право. Я уверен, они не хотят. Они уже столкнулись с этим. Я уверен, они не хотят Третьей Мировой. И так они оставят за собой право убить его, когда захотят. Таково послание. Да. Вот Макс Блюменталь. Киевский режим отрицает причастность к попытке атаки дрона на Кремль. Попытке убить Путина, что приблизило бы Третью Мировую войну. Но, как мы сообщали, силы, связанные с режимом, призывали к такой операции. Вот недавний пост на сайте Грейзон. Украинский банкир предлагает наличные за удар дронами по России. Этот олигарх предлагает полмиллиона долларов любому, кто приземлит дрон на Красной площади во время предстоящего парада в честь Дня Победы. Итак, есть много свидетельств, что Украина может стоять за этим. Обещания чиновников и призывы некоторых влиятельных людей, которые мы видим в этом тексте. Погоди, приземлить дрон? Не сбросить бомбу с дрона, а посадить дрон во время парада? Я думаю, они имеют в виду провести атаку дрона. А. Да. О, да. И теперь это атака. Мы не знаем чья. На Кремль. И это после года конфликта, в котором США заблокировали все переговорные усилия. Во многих случаях, когда переговоры были возможны, и даже достигнуто хрупкое урегулирование, как мы отмечали здесь, на шоу Джимми Дора, эти попытки всегда блокировались. И теперь мы в ситуации, когда атака на Кремль угрожает привести к еще большей эскалации.